10-й, 11-й стих, Галатам, 5-й, 19-й, 21-й. Приведите примеры еретиков. Вот такой вопрос. Самый настойчивый в этом вопросе старобрядцы. У них вся проповедь. 365 лет уже. Одна. Ты еретик, переходи к нам. Кто бы он ни был. Ты еретик, переходи к нам. Это безошибочно. Валерий мешает звуком. У меня плохо записывается. Он не отключил. Валерий, микрофон выключите. Тихо вроде. Это негодяйство. Он сильно булькает. И нельзя будет слушать потом. Ну вот такое дело. О еретиках определенно говорится в канонах. Кто они такие есть. Для нас еретики все, которые не в церкви. У которых нет рукоположенного от апостольских времен епископата. Священство. Это еретики. Но они сами, баптисты, как правило, на этот вопрос не могут ответить. Потому что они сами еретики. Они же не знают, кто такие еретики. Но это плохо. Они должны ответить. Мы конкретно отвечаем. А они эти стихи даже не считают никак. Потому что дальше начинаем беседовать. Я говорю, тогда назовите. В каком веке первые еретики были. Как веровали. Они не знают. Вот у меня знакомый один. Учился на курсах там. Ну на диакона. И мы, говорит, златоуста проходили. Я говорю, какие тома читали. А никакие. То есть в своей интерпретации они передают его биографию. Больше ничего. Как златоуста узнать, если не знать его труды. Я Пушкина знаю. Ни одного стихотворения не читал. Знал ты или не знал. Выходил на лестничной площадке. Мы с Сашей вместе в одном подъезде жили. Здравствуй, Саша. Александр Сергеевич, привет. Но ничего бы не читал. Значит, не встреча решает, а знание труда. И так любого писателя, художника, поэта. Они не знают. Не знают святых отцов. И поэтому каноны определили еретиков. Главное, шесть Силенских соборов прошли под девизом утверждения. Учение о Святой Троице, о котором слово «Троица» нет ни слова в Священном Писании. Но мы верим. И учение о Троице не сложнее, чем, я так вот смотрю, люди, которые не принимают. Это так сложно. Я говорю, вы размонтируете голову карася. Карася. Ни один нехтеолог не соберет косточка косточки. Столько у него там разных отделений, назначения. А здесь четко и ясно. Нераздельная и ненасущная Троица. Считаем символ веры. Никео Цареградский. Символ. Кредо наше. Вот здесь мы с сектантами уже начинаем крепко схватываться. Вы иеретики. Мы сказали, больше не надо. Дальше подтверждаем. Иеретики те, кто не поддерживает, не имеет то, что натверждено учение о Троице. А баптисты имеют без доказательств. Но они не попадают на Седьмой Вселенский собор нормально. А об иконах. Но и учение это православное тоже требует коррекции. Что если он иконы не признает, то есть не поклоняется им, но не хулит. Ну это бы остановиться. Но эти левый саврянин-то говорил, поднимите иконы повыше. Повыше, чтобы люди как слепые за стенку-то не держались. Ходят и лбами стущат. Поцелуют, да еще и долбанет лбом. Я говорю, зачем? Ну так все делают. А я гляжу, Путин тоже подошел и лбом стукнулся. Мозги-то стрясет. А кто его научил так делать? Патриарх. Это поцелуй, поклонение. Только прислониться через стекло тем более. Ну попутно сказать. Если они не признают и не хулят, считай вполне, можно было бы считать в этом вопросе их не еретиками. Но нет рукоположенного священства. Это главная ересь. А там ересь-то и другие найдутся. Знатоки найдут. Но я говорю свое мнение. Все. А чем еретики отличаются от сектантов? Принципиальная разница? Сектанты – другое слово совсем. Ересь. Это, если не знают, мы можем даже показать. Они не признают отдельной иерархии вообще, еретики. А сектанты – от слова освещения. Всякую ветвь, не приносящую плода, он отсекает. То есть плода такого, как должно, они не могут приносить. Я уверовал, я пил, сейчас не пью. Был наркоман, все, дальше не идет. Дальше галстук насыпил, бриты, молитвы, посты, все по боку. Ни креста, ни христа не знают. А сектант, он просто отсекся и все. Там, может быть, даже и правильное учение содержит. Отроется и все. Даже еретиком-то, ну, уже в том-то случае отделился от церкви, уже ересь. Тут они близкие друг к другу. А что страшнее? Все страшно. Раскол. Раскол. А вот старообрядцы беспоповцы, они кто, еретики? Нет, не еретики. А кто они? Раскольники. Их даже сектантами нельзя назвать. А это более мягкое. Они не признают церковь. Ну, ладно, не признают православную русскую. Ну, к грекам присоединитесь. Нету. Есть финляндская, сербская. Никуда. Только мы одни правы. Вот это уже раскол. Как, допустим, Василий Великий говорит, второе правило об абортах. Мы, говорит, не делаем здесь исследования, когда сделала аборт, сколько ему было, три недели или три месяца. Главное, что убила ребенка, а во-вторых, подвергла жизнь своей смертельной опасности. Многие умирают во время абортов. Заражение крови или еще что-то. Так что и здесь тонкого исследования нету. Мы можем только видеть, что ересь, еретик, это более страшно. Слово сектант, его даже в Библии-то нету. Все. Ну и попутный вопрос. Разница между сектантом и раскольником. То есть те и другие, они из церкви вышли, те отсеклись, а эти откололись. Ну, принципиальность, как бы, в принципе, одной из церкви. Ну, так принято, так принято. Сектантами старой веры, беспоповцев даже не называют. Так, какие-то тонкости такие, ну, так можно выявить отдельно. Но нам зачем это? То и другое плохо, погибельно. Понятно. Так. Тихонович, учился в семинарии, когда в Тобольске. Еще до 2008 года. И русскую зарубежную церковь называли «карловацкий раскол». Соответствует ли это действительности или нет? А вот соответствие действительности. Когда признали акт о каноническом общении, то зарубежная церковь ни одной молекулы в себе не изменила. Но уже это все сняли. Вот сейчас, допустим, Денисенко, Филарета. Разжаловали в монахи. А было ли основание? Дальше. Придали анафиями, как Глеба и Кунина. Они обрецают жупелом этим серным. А потом, как они бывшие, только ему подчиниться. Сегодня, я думаю, там в верхах понимают, что они натворили с греческой церковью. Почему не дали ей самостоятельно? Другое государство. Отдельно автокефальное. В Финляндии не давали. Дали же. Сербское, там где, болгарское. Но это была бы какая-то отдельная, там, может быть, и украинское. Не дали. А сейчас начинают патриарха не поминать. В Арфоломее там то другое. А уже ничего не вернешь. Все. Им только лишь бы под ними были. Их признавали, с ними были, им подчинялись. Свечки у них покупали. Тут чисто безбожие. Сейчас он выступает и в тихий, его смотришь где. Ну, ни у кого он, и в тихий. Тут никого не найдешь, чей епископ-то он. Он сейчас на покое. Но у нас был 13 лет епископом. Он взял то, что ему близко. Сказал, что вот разное там упрекает, что мамоне служит. Он прав на сто процентов. Почему? Он имеет моральное право говорить так. Он бедный, у него ничего нету. Совершенно ничего нету. Этот человек бедный, как церковная крыса. Говорят так. И он это несет добровольно, а не почему-то либо. И послушается, нет. Он ни на отрещении, ни на отлучении. Просто на покое. Но они сейчас будут клеймить его, как Андрея Кураева. Отдельную молитву против него. Он голубые лоби там наразмочалил когда. И Андрей-то Кураев об этом говорил. Мы с ним голос в голос говорили. Дайте Афтехефалию. Каждому человеку дайте. А не только отдельно. Каждой общей не дайте. Но он должен быть в церкви. Да, не в церкви, там епископата. Там много миллионов паства украинская, принадлежащая им как бы московской патриархат. Но отделить от себя они сделали громаднейшую ошибку, которую им не поправить. А теперь там будет и некоторые не признают, и там кровь будет литься. Так думаю. И все это верхушка патриархийная налепило. А на Андрею Кураеву умница такой интеллектуал. И не прислушались даже. Совершенно. Ну, про меня говорить не надо. Кто меня знает-то? А Андрей-то знают. Мне в другой раз говорят, вот тот освященник это у вас взял, прям копирует. Да не знаю я этого. Ну, иной раз прямо беру и в кавычки берет, прям с книг моих. Ну да, Андрей-то Кураев все принял. Он обо мне там ролик составил. Но я не думаю, что это он. Ему просто Господь открыл это. И он так понимает. Так. Там бывает этот. И Вашин, Василий заходит, что-то пишет. Он и сюда не зашел. Я ему не отвечаю. А о чем отвечает? Мы договорились, в воскресенье встретимся. Он сам назначил встречу. Я ему назначал. Он говорит, не могу, подготовлю вопросы. Он заходит сейчас, я не знаю. К нам это относится, надпись всплывает. Он вам что-то написал? Да, писал. Сейчас? Просил. Я говорю, ну давай, заходи сейчас. Сейчас я не могу. То есть он мое не принял, а свое назначил на воскресенье. То есть на послезавтра. Ну и я говорю, ну ладно тогда. Сейчас-то добавлять его в нашу... Ну, добавь, чтобы только молчать. Теперь он полностью должен молчать. Потому что он сбивает и... Добавь его. Чтобы ни звука не было. Одно и то же. Говорим годами. И человек не понимает, да не хочет понять. Почему вы не понимаете речи моей? Господь спрашивал, вот восьмая глава Евангелия Теана. Почему вы? Говорить на родном понятном языке с евреями. Они не понимают, потому что не хотите слушать. И волей отца исполнять. У меня его контакта даже нету, Василия, этого. Вот сейчас я вижу, всплывает и всплывает. Почему мне не отвечаете? Ну ладно, может я зря сказал, вам не видно его. Сам жена защитный, и каждый день спрашивает, когда, почему не отвечаете. А что отвечать-то? Уже договорились. Все. Ну вот, десятый вопрос, подобный девятому. Кто такие сектанты? Да. И вот здесь Матфея 18.17. Приведите примеры сектантов. Вы говорите о сектантах в Библии нету, а здесь вот какая-то ссылка на это место. О чем там? А как о чем? Примеры сектантов. Все остальные вне церкви сектанты. У них нету священства. Как отдельного института. Нету. Самозванное. Это у них главное. Ну а дальше-то они тут все по одной идут. Нарушают то, что церковь уже вывела учение о Троице. Это как правило. Я обнаружил сектантов по трем признакам. Отношение к иконам у них как к идолам. Это у них абсолютно у всех. Второе. У них нет священства. И третье тысячелетнее царство. Оно у них будет когда-то. То есть три явных заблуждения. У всех одинаково. Такое было. Вот и мое определение. Практически я с ними работаю. Здесь указано вот стих Матвея 18-17. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Вот в вопросе, где говорится, а кто такие сектанты, вот это место как бы параллельное. А что ли? То есть для нас они сектанты... Там маленько не так. Если там брат согрешит против, то это не подходит. Это просто натяжка. Просчитай полностью. Если брат согрешит, выговори ему нет, значит тогда будет как язычник и мытарь. Это не что-то брат. Если согрешит против тебя брат твой 15-й. А это не брат, еретик. Тут совсем к ним не относятся. Какой он брат-то? Он брат. Ну а зачем бы в этот вопрос тогда добавили сюда это напечатанный? Чтобы посмотрели. Потому и добавили. За него они часто хватаются. Тут же не говорится, кто это место приводит. Они берут вот это место. Да. Понятно. Ну а мы место из Библии о сектантстве можем только сказать о Дафане Корее и Авероне. Параллель такую провести. Тут есть такой... Или они раскольники тогда, Дафан Корее? Или сектанты? Они не раскольники. Они сектанты, еретики. Вот тут Александр Леонидович Дворкин есть такой. Он привил как бациллу слово самое ругательное сектант. И люди ничего не к церкви, отношения не имеют ничего. Сектант, а сектант бывает и в политической жизни отсёкся от чего-то отдельно трактует всё. Вот Ленин, он же последователь Плеханова. А восстал против своё, стал награбленный. Он сектант стопроцентный на политической платформе. Жулик, разбойник, бандит. Так, дальше идём. Одиннадцатый вопрос. Тихоныч, вопрос. А как вы думаете, в чём основная причина, почему всегда, очень часто вас называют сектантом? Почему? Ну, почему он идёт и плюётся? Почему? А как он ко Христу относится? Меня пишут, матерками никакого Бога нет. Ну, почему? Потому что сотни бесов душевого человека. Он делает то, что... Вы хотите исполнять похоть отца вашего. Евангелие Теонна 8, 44. Он не знает, ну, знать сектант, это ругательное. Он говорит на сектанта, потом на три, на пять букв материт всякое. Почему он? Ну, одержимый демоном. Почему он так говорит? Почему Иоанна Затауст согнали? Почему его низвергли? Почему его еретиком объявили? Это же не сегодня началось. Об этом Дионисе Александрийский. Народ был настолько тупой, тупой, необразованный, что еретиков считали православными, а православных считали еретиками. И всё. И он гоголем ходит, он сектант, а он нет. А говорю, ходишь хоть в церковь-то? Нет, не хожу. Веруешь? Нет. Блудишь? Блужу. Всё время наркотики принимают. Я беседовал с такими-то. А как же ты меня назвал сектантом? Ну, так принято. Я у других считал. Ну, собака ла брешет, а караван идёт своей дорогой. Зачем обращать на это внимание? Таких я заблокировал больше, чем шесть с половиной тысяч. Пусть кто-нибудь похвалится. Почему это похвала? Раз тебя никто не трогает, никому ты не нужен. А раз против меня бесы так бойствуют, значит, я им наступаю на копыта и на хвост. У нас интересно, пришлось судиться тут однажды. Они тоже, тоталитарная секта. Ну, свои бывшие тут наши прихожане. Я подал в суд на них. А в суду-то надо доказывать, а они ничего доказать не могут. Они тогда назад, мы сказали, это ваше личное только мнение, мы не распространяли, а сами писали, раздавали там целые брошюрки против-то. А я пошёл в отдел юстиции, где мы зарегистрированы, и те сразу дали нам документы, он у меня здесь вот, прямо на рабочем столе, можно видеть, документы называются. И там никакого отношения к сектам община нашей крестовозвиженской потерябки не имеет, тем более тоталитарная. и там председатель отдела юстиции краевой, он Маковеев Валерий Иванович, он печать поставлен на бланке юстиции. Это безбожники знают. А какой я сектант? Они специально религиоведа там какого-то нашли, тот начинает говорить, хотя он и патриарший, а мы к русской православной зарубежным, но он должен дать, независимо от этого. И он сказал, никак это не относится к сектам. Как сект? Если я сектант, еретик, а к нам приезжают архиереи, служат, их всех надо, согласно канонам, отлучать от церкви, снимать сан с них. Но этого же нету. Так что тут говори, да, оглядывайся. Нам проще всего это говорить. У нас митрополит служит, епископ служил там, до этого был Дмитриев Максим, он в Липецке где-то с Антонием были вместе, у него причащались Масендич. Тогда был здесь архиепископ Гедеон Докукин, фамилия его. Они ничего не могут доказать ни в суде, нигде. Они нарисовали черта с рогами, с нагайкой и написали общиной Игнатия Лапкина. Пришлось за это все заплатить им деньги. Почему он нарисовал? И там пишет, никакое отношение Лапкин к сатанизму не имеет. Он православный христианин. Это говорит юрист. Юридическое обоснование. Ну, а что он так говорит? Ну, злодей. Вот дурная женщина, дурного поведения. За что она ненавидит женщину, кроткую, смиренную, верную мужем? Она его всякой макрохвосткой, ты... Ну, и другими нехорошими словами там. Теперь ты мандовошка, а теперь спрашивает, а что такое ругательное слово? Я говорю, потому что это написано. И специальный филолог там и говорит, слово мандовошка означает то-то, то-то, что если на половом органе находятся там шии разные, которые... Это ругательное слово. Даже не... Ну, вроде ругательное, а не вроде. Надо точно доказать. Вот пусть они докажут, что я сектант. Как я сектант? Ты понимаешь значение слова? Я с ним разговариваю. Нет. Ну, а дальше что с ним разговаривает? Он ничего не знает. Ну, все говорят, и я сказал. У меня в лагере было. Пацаненок другого обозвал. Обозвал. А ты идиот. А у самого чего-то не хватает хромостома. Я их начал между собой-то свелы. А ты не знаешь, что такое слово-то? А он не знает. А другому сказали говорить он. И он говорит, напиши, кто ты такой. А он пишет, я гоми-сексиалист. Он не написать не может, не сказать. Откуда ты слово узнал? А вот Ванька сказал. Он сказал. Дети малые, неразумные. Это я говорю то, что в лагере у меня было. Ты, Моша, больше этого не говори, говорю. Это не хорошее слово-то. Все, пока. Одиннадцатый вопрос. Являются ли баптисты членами церкви Христовой? Каково учение баптистов о церкви Христовой? Расскажите о свойствах церкви. Как баптисты толкуют второе полустишее Евангелие от Матфея, 16-18. Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Интересен взгляд баптистов на историю христианской церкви. Поэтому дайте очень краткий обзор жизни церкви в истории. Ну, вот это большая тема. Являются ли? Конечно, не являются. Они никакого отношения к церкви Христовой не имеют. Это самочинное сборище людей, хороших. Собранием назовем, не сборищем там. Они веруют во Христа, то другое. Но к церкви это отдельное совершенное образование. Христос в 17 веке не образовывал их. В 1639 году только община была образована в Роджерсе. Но какое отношение к церкви-то имеют? Там ничего нету? Связи-то никакой. Связь только через рукоположение. Вот учится он в семинарии. Пока его не рукоположили, он благословлять никого не может. У него права никакого нет. Он не может совершить литургию. Через него не все не действительное. Ну, какая разница? У меня такие же руки. Ну, вот Адафана, Верона и Корея, они говорили. Все такие же у нас. Мы ничем не хуже других. Эти же самые слова. Но живьем в ад провалились. Это самый страшный грех на земле. Отделение от церкви. Ирина считает, все в церкви, кто бы Христа признавал, как бы не признавал, они считают любой динаминации, любой конфессии. А этих слов нету. Там слово ересь. Под каждым словом ересь. Сатана прикрыл. Я их очень хорошо знаю. А как они объясняют? Никак. Вообще учения от церкви как такового нету. Кто уверовал, живет по западам Христовым. То есть церкви вообще не надо. И вот новое образование. Я их на этом ловил и говорю, от вас сейчас отошла молодежь, тут в Барнаульской, Баптистской общине у зарегистрированных. А не церковь? Нет. Ну, как нет? А вы же так же начали первые. Если они не церковь, мы бы сами себя осудили. У вас-то такое же начало было. Ну, вот, говорят, женщина сошлась с мужиком, там где-то живет. Невенчанная. Ну, незаконная. Там ушла от мужа, а теперь нашла другого полюбила. Ну, как Фурцева. Ну, ладно. Или, как это, четыре раза была Русланова, Лидия. А теперь обратилась. Ну, то муж был. Ну, а когда он мужем стал-то? Он был при Любодеи. Он ушел тоже от жены при Любодеи. Ну, мы же давно живем. Ну, что давно, да как это? Давно это значит увеличился грех-то, а не уменьшился. Ты блудил одну ночь, а теперь ты еще одну ночь. Ну, так у нас дети. Ну, дети, написано, свидетели разврата против родителей. Вот такое дети, нажитые в сожитии незаконном, в гражданском браке. Гражданские, то есть безбожные. Два блудника сошлись, и все, теперь это гражданским браком. Ну, тогда, считайте, у Александра Колчака тоже она была законная. Как Тинеева там ее... А своя жена отдельно была в другом городе. Надо все-таки придерживаться Священного Писания. Никакого отношения к церкви они не имеют. Так они лучше вас живут. Ну, это смотря как считать, что лучше. Мусульмане разрешили четыре жены. Ни один не нарушает. А тут один, если три раза женат был, три раза жены погибали. Ты имел право три раза. Четвертого брака вообще нету в православии. Нету. Это уже за бортом. А у них подряд они живут там, шейхи там, все нормально. И, кроме того, брак по согласию... Ну, вот он приезжает, говорит, а как он берет? Султан. У него 1700 комнат, кажется, там перечисляют. Брунеи где-то. Ну, в Америке говорят, кто хотел бы поехать и заработать. Хорошие деньги. Вот если понравишься, там, ну, часы у всех золотые будут. Кому-то машину дадут, дорогу оплатят. И он сидит по телевизору, они уже привезенные. Или когда там было, где-то смотрят. И он говорит, вот эту привезите, вот эту их привозят. Сразу привезли, там, 40 человек. И они теперь здесь поправляются, намащиваются, как эсфирь. И он смотрит, ну, по наружному наблюдению, так сказать-то. И говорит, вот эту приведите ко мне. Привезли, он там с ней переспал, она не понравилась ему. Почему, не знаю. Не по размеру, там, или как, там, считает. Все. И он говорит, она мне совсем не нужна. Оплатите ей. Ну, они оплатили ей, там, сколько, 70 тысяч долларов. А ему-то какая разница, если каждый день миллионы нефтеперегонные заводы ему перечисляют Америка. Ну, она довольна, она очень довольна. Ну, что там говорить. А мало-то он и миллион отвесит. А какая-то остается постоянно у него. У него четыре жены он не нарушил. А это ему разрешается. А это не жена. Это временная связь. Он заключает с ней брак на 16 часов. Тоже нарушают они свои книги-то священные. Это же у них так не написано. Вот четыре, да. Почему? Потому что основатель для религии имел четырех жен. И как-то как и новая жена была, так, говорит, переписывалась. Уже не три, может, четыре. Я не хочу в это вникать. Ну, смысл-то в этом. Я читал очень много и разбирал их книги. По православному-то никакой. Блудник и блудник. Неукоряемый своими блудниками. Давай дальше. Игнат Тихонович, вопрос есть. Вот сейчас новая волна движения непоминающих. Они начинают непоминать по 15-му правилу двукратного Константинопольского собора. Ну, прокомментируйте. Имеет место это быть? Не раскол ли это? То они перестают поминать, например, патриарха Кирилла, усматривая какие-то публично... Ну, что публичные ереси какие-то как бы от него исходят из уст. Ты правило это прочитай, 15-е. Ты говоришь, что это правило, а правило этого нет. Ибо отделяющиеся от общения с предстоятелем ради некие ереси, осужденные святыми соборами или отцами, когда, то есть, он проповедует ере всенародно и учит оной открыто в церкви, таковы ащи и оградят себя от общения с глаголимым епископом. Прежде соборного рассмотрения не токмани подлежат положенной правилами епитемии, но и достойны чести, подобающей православным. Ибо они осудили не епископов, а лже-епископов и лже-учителей. И не расколом пресекли единство церкви, но подчились охранить и церковь от расколов и разделений. Текст правила. Ну, и мне тут написано «поминать, не поминать». Я для чего сказал прочитать-то? Нет этого слова. При чем тут «поминать, не поминать»? Ему не причиняться, обличить его в ересе, не бояться его сана. Вот об этом говорится. А поминать, не поминать? А мы в Арфаломее не будем поминать. Да им... Что им от этого? Ни тепло, ни холодно. Что просчитал, вот это надо смотреть. Ереси, ереси не так. А я считаю, это за ересь. С католиками патриарх помолился, с папой римским, с франциском встретился в Гаване на аэродроме. Все, еретик. Там Бересов начинает это. Ну, сидит там писклявый какой-то маленький. Не поймешь, баба ли мужик. И все широко. Патриарха не поминают. Ну и не поминай. Что патриарх? Плохо спать будет на одном боку. А мы его поминаем на богослужении. Поминают, когда службу у нас ведет архиерей, или священники патриархийные. А без него мы не поминаем. Это домашняя молитва. Я молюсь о нем. А это поминальное. Я не знаю, чем уколоть. А я его не поминаю. Ну и только делов. Ты, может, за меня не молишься, а я молюсь. Вот я сейчас прошу кое-кого. Есть из вас кто-нибудь, у кого нет мобильного телефона? Я знаю, что у всех есть. Самый распространенный предмет сегодня. Хорошее изобретение, хорошее. А кто изобрел-то? Никто не знает. Почти никто. Мартин Купер. А теперь я молюсь о нем каждый день. А ты молишься или нет? Благодаришь Бога, что такое Бог открыл. А интернет Тим Бернерс Ли. Тимофей, ты молишься за него? Тоже его не знают. А я молюсь каждый день. И что из этого? А он, может быть, неверующий. А меня это не касается. Я желаю, чтобы он спасся. Ты пользуешься поисковиком библейским? Тимофей Ха, вьетнамец, написал это. Будущий студентом МГУ. Из Вьетнама. Я с трудом его нашел. Кто это? Я пользуюсь и вижу, сильно сделано, красиво, удобно. А я не знаю, из-за кого Бога благодарить. Я ему диски послал, там книги, еще мог послал. Ты это сделал? Вот и все. Ты молишься за Невзорова Александра? Я спрашиваю. А у него много хорошего. А он такой богохульник. А я молюсь каждый день за Германа Стерлигова. И не поймешь, кто из них больше хулитель. Почему? Мне повелено. У меня есть разрешение от Бога молиться за всех. А поминать, имеется в виду в церкви, при богослужении, при возрастах, там, диакона. Это никакой роли не играет. Все это надумано. Я вам ответил, Виталий. Игнать Тихонович, ну вот был же момент в 1927 году и чуть позже, когда вот движение непоминающих, оно пошло. И осифлянское движение его называли. Сейчас нечто подобное происходит или как-то отличается это? Еще раз говорю, в тонкости эти, никогда не в ходе, меня это не касается. Совершенно. Ты таких вопросов можешь мне накидать много. А мне не касается. К спасению не относятся. Они не поминают. Ну еще. А потом все поминать стали и признали. Почти все. Только и ПХ отдельно там остались, подпольщики. А ждали, когда умрет. Сергий отошел в Строгородский. А Алексея уже приняли в Семанского. Алексей Первый. Ну они больше никак не могут его достать. Та отравить не могут. Подножку не подставят. Написано молитесь за царей, за начальствующих, за гонителей, за всех. А я молиться не буду. Но еще лучше будет. Вот на меня напал прокурор. А я молюсь и молюсь и молюсь. И за все это никакого зла не сделали. Я узнаю, кто заступался. Какой-то депутат за нас заступился, послал. Я узнал его имя. Борис там звать. Вот я за него тоже молюсь. Председатель Сельсовета, которая за нас восстала, Людмила звать. Я за нее молюсь. Но ежедневно семь раз на молитву. Семикратно в день прославляю. Вот я задаю себе вопрос на собрании. Это на своем. Молятся или нет? Один человек только молится. А простое все. Три святое, сто поклонов и своими словами. Но займет семь минут. Семь минут умножь на семь. Сорок, девять, пятьдесят. Даже часу нет. Выделить для Бога. Ну и сюда входят молитвы дневные, не считая утренней, вечерней. Но считая ночные молитвы. Сколько раз был на молитве. И никого нету. Я не говорю о работающих. О пенсионерах хотя бы. А что работающий может? Про себя. Ты работай, а сам молись. Так что, Виталий, будь спокоен. Сравнить не надо. Они не поминающие. Ну пусть их и спрашивают. Я поминаю. Спасибо, Христос. У нас, видишь, в детдеревне такие люди, которые детей неправильно воспитывают. Там натравляют. Я каждый день поминаю имена этих детей. И прошу, Господи, вразуми их. И родителей устраши за такое ложное воспитание. Они уже от них хлебают полной чашей. А я их детей поминаю детей. А других не поминают только родители и ижи с ними. То есть я стараюсь реагировать на все события, которые около меня, вокруг и вдалеке. Поэтому все на память. Бог дал мне знать-то. А сейчас столько новых пришло людей, которые просят помолиться за них. О здравии-то. Девочка попала под машину. София звать. Тарасий у Галины Загуляевой молился. Пришла. Он выздоровел. Теперь Агния заболела. Иларион, который у нас в зарубежной церкви капрал, болеет. Кирилл Сахаров. Вот новое писал, которое. И вот целая таблица. Как на молитву, так и стараюсь всех припомнить. А толку от вашего щебетания? Говорит, нет. Так нельзя разговаривать. Павел говорит, дабы по ходатайству многих я был отпущен. Освобожден. А эти, сатана сковал эту дочь, говорит. Болезнь эта уза наложила. Она не может распрямиться там или еще что-то. Давай дальше. Как относятся баптисты к так называемому ВСЦ, Всемирному Совету Церквей и экуминизму вообще? Ну, отрицательно. С теретиками молиться там не надо. Меня избирали, Всемирный, туда, чтобы поехать я. Тогда было это в Лозане. За меня заплатили 1800 долларов. Я все уже оформил документы, но меня ссадили. А теперь я вижу благодарение Богу. Я бы там противоречил. Оторвили сразу и все. Своей пищи-то нету. Это было такое. Я касался этих людей. Нам запрещено молиться с теретиками. А все-таки это претеща церковь Антихриста. Все в одно давайте смешаем, перемешаем. И в среднее что-то выведем. Да тут не надо мешать. Вот русская православная церковь, местный патриархат. Сколько лет во Всемирном Совете Церквей, даже сейчас, обратили хоть одного, никого нету. Это все отговорка. Никого не там не обращают. Никому не говорят. Такие деньги тратят. Заразу, коммунизм развозили. А сейчас еще нету. Так только набивают машну себе. Это предбайник Антихриста. Всемирный Совет Церквей. А вон монахи поднялись. Илья II в Грузии это. Там такую бущу устроили. А он там чуть ли не председателем был. Он сразу вышел оттуда. И все еще сейчас старенький, немощный. Ну, его признали. Все, он вышел. А русский нет. Но в беседе с сектантами этот вопрос, сектанту для чего нужно задавать православному? Ну, надо узнать, до какой глубины они дошли, почему. Потому что этот вопрос о Всемирном Совете Церквей любой может задать, а мы даже не знаем. А теперь, очевидно, мы их спрашиваем. Есть такие, которые не участвуют. У них же баптистских течений-то сколько? Зарегистрированы, не зарегистрированы. Крестящие детей, не крестящие детей там тоже хватает. Последний вопрос с баптистом, 13-й. Дайте, насколько возможно, краткую характеристику современного русского православия. Как баптисты относятся к православной церкви? Ну, постарайтесь сами теперь ответить, познакомьтесь, посчитайте, в интернет доступ есть. И к нам относиться по-другому-то никто не будет, потому что мы никакие. Все, я дала поклонники, больше ничего нету. Только вещи, вещи, вещам каким-то молятся. Вот, и еще, особенно, я сказал-то, ну, я занимаюсь Библией, да ко мне отовсюду приезжали сектанты, которые встречались, а они своим говорят, что вот есть православный человек, вот он Библию любит там, и они ко мне ехали от Прибалтики с разных концов, чтобы встретиться, поговорить, и оставались сразу, делались православными. Это не мое, это Господь делал. Я не знал, что они там где-то обо мне разговаривают, разговаривают, едут дорогой, а он еврей. Его привезли показать, вот смотри, как мы работаем, у нас еврей обратился, а он пришел тут, посидели, и он уже вышел, и уже к ним никак, все, православный. А сейчас батюшка, отец Наум Израилевич. Это Бог делает, а мое там ничего нету, нету. Это нельзя человека, ему там под черепной коробкой все переменить. Это Дух Святой делает. Так, ну что, начнем вторую часть о Святой Церкви Христовой. Верую во единую, святую, соборную и апостольскую церковь. Символ веры. Что такое церковь? Этим словом часто называются храм или дом молитвы, но так называют его только в разговорном языке, потому что в этом здании собирается для молитвы живая церковь. Верующие люди. По Библии часто одно слово обозначает два понятия. Например, чаша означает сосуд, Матфея 10.42 и Матфея 26.27, и страдания, Матфея 20.22 и 26.39. Слово крест означает и страдания, Матфея 16.24, и крест вещественный, на котором был распят Христос. Матфея 27.32. Также и слово церковь обозначает и общество верующих. Деяния 11.26, 1 Коринфянам 11.18.22, 14 глава 34-36 стихи. Итак, в Священном Писании и Храм Божий, место собрания верующих для молитвы, называется церковью. Церковь – это основанная Господом Иисусом Христом, искупленная Его крестными страданиями, общество верующих людей, соединенных между собой единою, истинную верою под главою Иисуса Христа, с законным, преемственно от апостолов, рукоположенным священством, участвующий в принятии святых таинств, в которых подается благодать Святого Духа для получения вечной жизни. Церковь – есть тело, глава которого – Христос. Ефесянов, 1 глава, 22-23 стихи. «И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем, подобно тому, как в теле много членов, ноги, руки, глаза и так далее. И все они нужны, и ни один не может жить отдельно, так и в Церкви Христовой». 1 Коринфянам, 12 глава, с 12 по 31 стих, послание Ефесянам, 4 глава, с 11 по 16. 1 Коринфянам, 12 глава, 28-29 стихи. «И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы? Церковь состоит из земной, воинствующей, с врагом рода человеческого, к ней принадлежат все верующие, живущие на земле, и из небесной, торжествующей над дьяволом, к ней принадлежат все умершие, святые люди и ангелы Божии, но та и другая имеют одну главу Христа, составляют одну Христову церковь, в которой все члены, как живые, так и умершие, находятся в единстве веры, и в постоянном живом общении, любви и молитве друг о друге. Отсюда вывод, кто не в церкви, тот и не со Христом, кто отделяется от церкви земной, тот отделяется и от церкви небесной, тот понесет на себе тяжкое осуждение, и во суд церкви есть высший суд на земле. Матфея, 18 глава, 17 стих. Скажи церкви о согрешающем, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь, только в единении с церковью возможно спастись к христианину. Об отделяющихся от святой церкви так учат святые отцы ее. Святитель Игнатий Богоносец, пископ Антиохийский, цитата, «Чадо света и истины, бегайте разделения и злых учений, но где пасты, там и вы, как овцы, едите». Послание к Филадельфийцам, глава 2, 3 издания, 1895 года. Святитель Киприан, цитата, «Всякий, отделяющийся от церкви, чушь для нее, он не потребен ей, он враг ей, не имеющий матерью церковь, не может иметь отцом своим Бога». Хотя бы эти люди предали бы себя смерти за исповедание имени Христова, грех их не омоется и само вина разделения не очищается даже страданиями. Творение Святого Киприана о единстве церкви, часть 2, 1891 год, Киев, страница 181. Еще цитата, «Вне ее, вне церкви, нет жизни, дом Божий один и никто не может где-либо спастись, как только в церкви. Кто бы и какой бы он ни был, он не христианин, как скоро он не в церкви Христа». Святитель Кирилл Иерусалимский, цитата, «Исповедание веры преподается нам ныне во единую святую соборную церковь, чтобы ты убегал в скверных еретических сборищ, пребывал же всегда в святой соборной церкви, в которой ты и возрожден. И когда приходишь, в какой город, не просто спрашивай, где дом Господень, ибо и нечестивые вертики называют свои вертепы домами Господними, и не просто так же, где церковь, но где церковь соборная, ибо это есть отличительное имя сей святой общей матери, которая есть невеста Господа нашего Иисуса Христа». Блаженный Феодорит, «Нам спасение преподается церковью, а кто вне церкви, тот не принимает жизни вечной». Иероним Стридонский, «Еретики не церковь Христова, а синагога Антихриста». Творение Блаженного Иеронима, часть 4. Блаженный Августин, всяк, отделяющийся от общения с церковью, хотя бы жизнь его была достойной похвалы, зато одно беззаконие он отвергается от единения со Христом, не будет иметь жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Час прошел, пожалуйста, время вопросов и ответов. Кого, если есть, пожалуйста. Сергей, прочитал очень страшные слова, и вот все-таки, Игнат Тихонович, вы часто говорите, что в католичестве, к примеру, много ересей, но, несмотря на это, они являются церковью, поскольку рукоположение сохраняется. Также, вы говорите, и в московской патриархии, в частности, в русской православной церкви, тоже присутствуют ереси. Одним словом, как быть-то? У католиков можно ли молиться, можно ли с ними общаться, или как? Микрофон, Игнат, тихо, не включили. Вопрос не по Писанию задан, а конкретно ситуации, которая. Я считаю, что можно, но только для себя знай это. Я сейчас сказал, на меня сразу навалится еще человек 500, а мне их стряхивать приходится с себя. Я вижу, патриарх молится, он же не какое-то там экуменическое движение, это не какие-то там колдуны да все собираются. А какая мне нужда с ними молиться-то? А я нахожусь в такой обстановке где-то, или что-то. Она вышла замуж, он согласился, повенчался в православии, а остался католиком. Пойдем ко мне, если ты не пойдешь в костел, то я в храм не буду ходить. Понимаешь, заочно можно тут многое сказать. Надо конкретно по каждому случаю. да так, но ты веришь и не участвуй, а борись с ними. Ты видишь, там терном растет, выкорчевывая и выжигай его. Они так, я православный, мне писание, не надо главного уцепиться, там батюшка, лишь бы от причастия не отлучил, как вот старообрядцы-то. Но ты веришь, что в причастие не во Христа. Кровь-то Христа на Голгофе пролита, а это уже таинство совершается. А они про это даже не думают. Чаша вот у священника в руках, а иначе он отлучит. Да он самодур может быть. В Библии мы считаем, когда вели такие, отлучает, говорит, и те, кто нас принимает диатреф. Какую должность он занимал? Евангелие Сиан об этом пишет. Так что меня вопрос никогда не стоял и не волнует. Я в Томске был, у меня там сестра и племянники. Мы сходили к католикам побыли, я ему книгу подарил. Уезжая, я снова к нему зашел, побыли вместе, я подошел и благословился, а все заснято. Я не выставил в интернет. Сначала посоветовался в общине, ну, кто на занятия ходит, а потом выставил, ну, еще и нету. Один или два сказали что-то там. Я отвечаю за себя, никому это не навеливаю, это не проповедую, а я к папе римскому ездили, подарил им книги Франциску и Венедикту. Королеве английское датское подарил, но не означает, что я стал теперь по их веровать. Вот кто знает, какая вера у Трампа ? видишь как? А там какой-то у него рядом где-то кто-то тот методист. Как их назвать? А что называют? У него свое, мы свое, я знаю, что он не в церкви. Не мормон, Да нет, я сказал мамона, Игнать Тихонович. Мамон верит там. Я не расслышал, не расслышал. Вот и все. Так, вопросы? Ты уже исчерпал свой лимит, Виталий. Не мешай другим задать вопросы. Ну а как же Бог будет людей судить всех-то? И верующих, и верующих. Я могу даже сразу ответить, не слушая вопроса. Как Бог будет судить? Интересно, вот забота какая-то. Ты думай, как он меня судить будет? О себе думай. А тут уже о Бога. Как он будет судить? Ну позовет Надежду Благодатскую и скажет, как мне судить? И ты ему напиши, инструкцию дай. Ты все, задаешь вопрос, думаешь или нет. Как Бог будет судить? к Богу вопрос, не ко мне. Мне кажется, Господь хочет спасти, он как судопокажет. В общем, с каждым словом ты больше грехи умножаешь, помолчи лучше. А о Боге спрашиваешь без страха Божия? Как Бог будет? Как мы перед Богом будем стоять? Я вспомню только что-нибудь. Никого рядом нету, а голова вот так да как же это так, да как что? А что сделал? Убил человека? Да нет, конечно. Другое было сказал, родителей уже нету, где-то я нагрубил, их уже нету. А совесть судит? А как Бог будет судить? Что вопрос это? Ты можешь сказать о президенте, еще можно, а как он этот вопрос разрулит? А о Боге то вопрос ставит? Как он будет судить? Ну, прямо в помощи набываешься или еще? Мир вам, братья, это Роман Фроликов. Можно? Игнати Тихонович, вот такой вопрос с как вот правильно понимать и действовать по словам Господа нашего и апостолов, что кто хочет быть начальником над кем-то, тот будет слугой. есть как относится ли это к тем, которые хотят быть главой, как апостол говорит, что муж глава жены, вот, и значит, он должен главенствовать над ней, не жена должна понукать, приказывать, там, как говорят там учительницы у нас, женщины, а мальчики не должны не женщину слушаться, а мужчину. то то есть, а я вот понимаю так, что правильно понимаю, что нужно, и так вот, как вы поступаете в общении, что вы в первую очередь служите, вы делаете для деревни, строите пруды, это же для женщин, это же не только для мужчин, для всех, для детей, вот, то есть, я должен быть, в первую очередь, слугой для женщин, которых я хочу чему-то научить, сказать им, что вы неправильно делаете, неправильно живете. Что-то ты так говоришь, Роман, как будто тебя большим бревном придавили, одна голова торчит, и ты туда кое-как задыхаешься, не заболел? А, не знаю, я просто иду сейчас, сейчас удачу, что-то есть. У меня такое впечатление, что на тебя бревно упало, и ты под ним лежишь, и вопросы задаешь, думаю, какой герой парень? Несмотря на еще вопрос. Ну да, я сейчас подметал только что, только что подметал, и бросил метелку, и вот пока спрашиваю. Ладно, я так, для того, чтобы это чувство выразить хорошее к тебе. На улице. Ну, там, конечно, говорится, хочешь быть слугою. Ну, вот, говорят люди, это я просчитал тут это в интернете же, набираюсь маленько там шелухи-то всякой, вот, и говорит, вот вы на нас говорите, депутат один Государственной Думы, там мне 550 тысяч каждый месяц дают, так не считай еще другие это, и вы говорите, вот, много то другое, а ты попробуй на моем месте, он говорит, ну, давай попробуй, нельзя, это уже покушение на законную власть, так и здесь, какая должность, у меня должности никогда никакой не было, нету, у меня ничего нету, совершенно, вот люди живут как-то с годами, у него там медаль дали, там еще что-то, у меня не было, мне даже премию назначают, а там доходит до начальника, он вычеркивает, еще не хватало баптистам премии давать, а у меня первое место по тресту выработка, по тресту строительному, 300% выработка физической работы, плотницкие, там полы насилать, там, ну, дома сдавать, меня вычеркивают везде, и все, ну, и только делов-то, они все примерные, говорят, как отец у меня говорил, они говорят, сдохли, а я живу, а я все живу, ну, как сказать, ну, начальствующий, я тоже какой-то начальник, а когда скажешь, в другой раз, да я не держусь за свое место, вот, я начальник детского лагеря был, 45 лет официально, в отделе юстиции, зарегистрированный, начальник, у меня ничего нет, у меня печать только была, начальник это, то есть, у меня должность особая есть в лагере, попечитель, я должен знать нужды каждого человека и помогать, помогать не с чего, пенсия коротенькая, маленькая, оттуда оторвать что-то продуктами или как, кто что знает, я считаю, это должность очень большая, попечитель, это господь так сделал, ну, и что, ну, ничего, начальник, я старость, старость деревни, старость, это, общины нашей, я начальник, тоже начальник, ну, и как, никогда я не скажу, что если я вам не нравлюсь, я не держусь за эту должность, я уйду, я не уйду, меня столкнуть очень трудно, я за эту должность буду бороться, почему? Я отдам ее без слов тогда, когда увижу, что вы можете сделать лучше, а просто-то, она готова, разрушить, это проще всего, человек, который говорит, да я не держусь за должность, я считаю, что его убирать нужно немедленно, ты прирос к этому месту, ты должен его знать, ты должен сделать лучше всех, тогда видно будет, ты вырвался вперед, беги на ресталище, и поэтому, скажут, а он хвалится, хвалящееся хвалить Господом, прямо повеление хвалиться, мне Бог положил это чувство сострадания, вот этот самолет летел с плесунами, это разбился, а у меня это близко к сердцу все принимаю, а были ли они, я в другой раз молюсь о том, еще может никто не молится, а все, кто летит в самолете, кто плывет, кто в подводной лодке где, перед Богом это, вот кого я перечислял, один раз встретились только где-то, и он и знать не знает, что я за него молюсь, а я за него молюсь, я вижу он заблудший человек, там в какой-то секте находится, хороший, другой там ходит, вот Харольский там Симон, он поет по горам везде, ну посмотрел и каждый раз просит, что-то на продолжение этой программы, петь за деньги, там соберет, там мужиков всем поют, женщин столько же, без платков все, ну, а я за него молюсь, он и знать не знает, я вижу хороший человек-то, ну, совершенно не тем занимается. я вот скажу, у меня вот такое впечатление, что Роман, нотки такие, ищет, как бы вот оправдать, и вот это баборабство, да подкаблучничество, вот у меня почему-то вот такое, вот он ищет, не знаю, может я ошибаюсь, о Романе я, так, ты все, Виталий, сказал, а то я встрял тут, я о Романе так не думаю, хотя он был здесь, и сам знаешь, как ему пришлось выехать тут, меня считают очень жестким, один говорит, жестокий, нет, говорит, не жестокий, а жесткий, и у меня правила, он нарушил там правила, там что-то было между нами, вот я вот так не считаю, как он может, он старается, делает, и очень часто напоминает о Боге, свидетельствует другим, а что вот он как подкаблучник, у меня сегодня маленький так, пример был, и у меня иногда бывают такие ресурсы, интересно, свежее мясо, от мороза погибли два голубенка, ну а куда их, я их обтеребил, и понес своим, дал кошкам, и у Надежды Васильевны, там два котенка, и бустка, а одна схватила, потащила, кишки-то вывалились, и она там по половикам, я ей говорю, Надежда, там возьми его, двои руками-то, принеси сюда около меня, а я с ними там, я снимал, но она не так сделала, и пошло у нас наперекосяк, разговор-то, я говорю, ты как только противостаешь, ты болеть начинаешь, а сегодня болеет ужасно, уже и врачи нужны, сразу я сказал, она ее снесет, говорится, с катушек съедет, ну и дальше, я говорю, ты что все время на меня, 56 лет, сколько мы вместе, ты все давишь и давишь, зачем это, я сказал, поднеси котенка, нет, ответь, нет, я сам пройду, возьму его, а ты несешь и делаешь по-своему там, а по-своему он опять убежал, и получается вот так, из меня подкаблучника сделать не удастся никак, никому и никогда, и зачем ты, она еще больше, я могу к утру этот ролик поставить, и вы увидите, как нужно разговаривать, а дальше уже все по-хорошему, дальше уже, прям тут же сразу обстановка изменилась, раз почему я внутренне помолился, я знаю, что ее бы никому не понести, такой у нее характер, и мне этот довесок дал Бог, чтобы знал себе цену, я это говорю, тебя бы никто не давал. Спаси Христос, я вот от лица мужского движения, я слезу, слежу за ним, и там есть лидер, один православный человек, у него псевдоним Дизлайф, и он даже, некоторые ваши ролики, с канала «Восвятибедия», он использует у себя, на своих ресурсах, вот, и я как бы, от лица вот этого движения, я попрошу вас побольше бы таких роликов, вот в быту, как проявляется вот именно патриархат, потому что матриархат сейчас, просто, ну везде и всюду, я вот сейчас побывал на Урале, в епархии уральской, вот, Екатеринбургской, ну вот это все, вот прям процветает махровым светом, матриархат, вот это вот, дамоугодничество, вот это вот, ой-ой-ой. Виталий, я откликаюсь на все события, фильм «Велефан» был, я ответил, группа «Дятлова», я ответил несколькими роликами, доказывая, что единственная верная версия, не 100 версий, а одна, та, которую я излагаю, они погибли от бесов, и дальше что-то случилось, вот этот, за Матильду бились, я Матильде ответил, и о Калинине отдельный ролик, я ни одного события, такого значимого не оставляю, самолет упал тогда, полетели в Сирию там танцевать-то, я на эту ответил, вот сейчас с Константинопольским патриархатом не так, я специальный ролик сделал-то, показал, кто виноват, что, как, ответил, а больше я не касаюсь, мне некогда, я учусь, каждый день учусь. Братя, это Роман Фроликов, как бы, хочу ответить, что я не против того, что мужчина должен главенствовать, это Бог сказал, что муж глава, жене, но дело в том, что я хочу призвать всех, смотреть, как Игнатий Тихонович это делает, то есть он для своей жены полностью обеспечил, у нее отдельный дом, отдельная квартира, в деревне дом отдельный, он ее полностью всем обеспечивает, она на его иждивении, она не, вот, всю жизнь была, ну, наверное, я так думаю, поэтому он имеет моральное право, то есть надо прежде, чем женщине что-то говорить, как Господь говорит, если хочешь быть начальником, как он сказал, будь начальником над женой, главой жены, так ты будь слугой сначала ей, как Игнатий Тихонович поступал всю жизнь, слуга своей жене, вот так, Игнатий Тихонович, вы слуга получается жене, вот прямой тогда мой вопрос. Ну, в таком плане, да, так, правильно, она ни в чем не имеет нужду, за свет она не платит, за уголь не платит, отдельная квартира, вот за стенкой она рядом у меня, сегодня даже на завтра блины напекла, опять, а там отдельный дом, ты все знаешь, сам был, видел, это так, но я для нее глава, и самая маленькая, где-то она покуситься сделать по-своему, я сразу обрежу, тут одна наша прихожанка, ей на машине ее возят туда, я запретил, только один раз в неделю, там помыть себе, получить деньги, или что там надо, ты у нее своя семья, у той сестры, а ты везде это, да она хочет, мало что она хочет, я обязан нести ее, обязан учить, и она понимает это, понимает, меня Бог благословил, потому что мне утрами не приходится будить, в 4.40 молимся, а если я переведу стрелки на 4, она в 4 будет вставать, при том на одну минуту, на две раньше меня, по закону, так что это правильно, не просто требовать, но надо показать, кто-то не понимает это, то другое говорит, ну и говорит, у него язык есть, он говорит, а я молюсь за них, и все, у меня вообще сильное оружие есть, пост и молитва. Благодарю Роман за уточнение, спаси Христос Игнать Тихонович, да, я рад, что вы понимаете это, то есть, простите еще, я хочу сказать, что вот эти движения, они призваны только говорить, но не делать, вот такие дела, как Игнать Тихонович делает, то есть, они осуждают только вот женщин, там, мужчин, что вот они такие-таки, а надо же сначала быть слугой этим людям, которым ты хочешь донести, что вот так это не надо делать, тогда они поймут, а так говорить, это каждый может язык без костей, как говорится. Вот Роман здесь абсолютно прав, у тебя у меня такая корявая биография, но я могу сказать, что вот я, моей биографии сейчас здесь, в православии ни одной нету, нету, вот столько было, чтобы за это, за слово Божие там было, что я издал и то другое, и где бы я ни был, в первую очередь, ну я христианин, и далее, стараюсь узнать, в чем они и нуждаются люди. Я вот разговаривал с узниками совести, которые верующие, священники там были, ни у одного нигде не было, они удивляются, что у вас так было, а для меня не то, что удивление, а это нормально, мое дыхание. День, сразу порог переступил тюрьму, сразу правила, я встаю, во сколько узнал здесь, у них подъем, допустим, в шесть в тюрьме, в шесть, я в четыре встаю, ангел, разбуди меня, ангел, прошу тебя, и ни разу не проспал, четыре, а зачем, двухчасовая у меня молитва, и днем я четыре-пять раз по полтора часа, в салтырь за два дня просчитываю, тысячи поклонов, и прочее, проповедь два часа, каждый день, никто этого не видел и не слышал, тут я в презентации книг была так, из тюрьмы, ульяновский Владимир Александрович, политработник, офицер, он пришел даже туда, он без улыбки не может встречаться, начальник тюрьмы, перезванивали где-то, он без улыбки не скажет, ничего, дорогой мой, дорогой мой, только у него и было, Соломин, Александр Семенович, это Бог так делает, я молился об одном, чтобы был дух молитвы, а баптистам тогда их сажали, а они меня спрашивали, а что это такое, я когда рассказываю, было у вас такое, чтобы вот так вот молились, и люди в тюрьме обращались, каялись, меняли жизнь, ну, бывало иногда, ну, вот, не так, как у вас, ну, все, я на молитве стою, я кланяюсь, у них этого нету, я посты соблюдаю строго в тюрьме, священников все-таки добились, вызвали, чтобы меня причастил, он приехал вот это поститься, то я, там не знаю, третий день, что ли, не пью, не ем, он как узнал, как взахался, да тут туберкулез свирепствует, что вы делаете-то, я говорю, ну, я не рассчитал, наверное, да благословите, я поем тогда, а там сидел один наркоман, а я пайку-то получаю свою, хлеб и кашу там, суп, а он берет, а у меня дуплюсь сегодня, дупель там, ну, он такой голодный, как бы был-то и, он за две порции все время съедал, этими двумя порциями-то, я его как бы, вот мне прислали из дома, нижнее белье, то другое, а тут посадили двух солдат, они то ли что-то сделали не так, сейчас не помню я, но они предварительно, следственно еще идет, не осужденные, осужденные, я сразу им все отдал, вот у меня еще присылают, так чтобы я съел один, это никогда не было, я обойдусь, понимаешь, это людей располагает, у него надеть нечего, а я ему отдал, и не то, что я хороший какой, я вижу, он нуждается, мерзнет, носки мне прислали, а я крепкий такой, я ему отдал, и второе тоже, а они тут уже стали за меня заступать, один начал что-то там бухтеть, ну, такое говорить, что-то нехорошее, не то, что на меня вообще, они, два солдата к нему подошли, как стали разговаривать с ним, видишь как, это правильно все это, люди-то смотрят, как мы живем, они видят, постное, я ем постное только, я пощусь, ежедневно молюсь, я считаю слово Божие, регулярно, плащу на молитве, принимаю, которые где-то из тюрьмы, там, с другого конца, передают, скажите батюшке, я иду в суд, по такой-то статье, пусть помолятся, а потом оттуда идут благодарности, я спрашиваю священников, было такое, нет, а дают шахматы, домино, и вы играли, ну да, я близко не подхожу, я пришел, что в домино играть, я пришел умереть, вот по этой планке, по высоте этой планки, я и шел, ты не забывай, я перед тобой сижу, я крученный и верщенный, у меня все выкрученное, 26 лет меня психиатрия терзала, 26 лет, где бы я ни поступил, экзамены не сдал, все на пятерке, ты меня вышвырнул сразу оттуда, я все перенес, и даже не считаю, что что-то особое было, они знали, обычно, я только приехал, и сразу пошел получать паспорт, и тут же из КГБ приехали, тогда КГБ называлось, и Надежда Васильевна спрашивает, как он, так он живой вернулся, ну как, не мертвого же привезли, они знали, оттуда не выходят, а меня Бог вывел, наверное, на нас сильно, ну что он сильно-то, пошел на остановке, стоит один генерал, генерал, прокурор, и спрашивает, так это, наверное, вы нас, вы ее как ругаете, я говорю, еще бы ради-то, Владимир, я за вас молюсь, молитесь, его это так сразило, и он другим прокурором говорил, вы знаете, кто это, а я сидел в приемной, у прокурора края, а то кто такой, да вот такой, а кто-то меня знает, а получилось так, что потом всех прокуроров края собрали, за мной приехали, привезли, чтобы я перед ними выступил, сказал слово, я начну рассказывать, история за историей, почему, ты должен что-то делать, не просто говорить, да и как говорить-то, ты его из ада вытаскиваешь, это опыт, его ничем нельзя заменить, мои года, мое богатство, не просто года поет там, кики-бизнесе какое, у меня года они переполнены, ежедневно, и благодарю Бога, какие интересные дни у меня сейчас, сейчас, сегодня. Вопрос по посту, Игнастий Тихонович, насколько это можно к детям применить, вот в количественном и в качественном отношении, особенно, вот, например, в сухоядине, да, насколько это вообще применимо к маленьким детям, и надо ли это? У людей мнение такое, что если он мало делает что-то, то оно отличного качества, у меня знакомый один, он там скотину держит, там, ну, мало совсем, но зато он там покоптит, и то другое потом продает, ну, побольше-то, это хорошего качества, это хорошо, но побольше-то, вот, у меня все с преизбытком, что бы где я ни делал, я в десятикратном размере стараюсь достать, почему? Я все время думаю о тех, кто знакомый мне, я имел доступ к типографии, там, многие издательства издавали, Алтайская правда, с директором познакомился, Грохотов Владимир Георгиевич, вот, и с инженером там близко, Прокопьев, имел доступ там, где бумага отхода идет, я брал и таскал, брал и носил, брал и на себе все волок домой, я посчитал, где-то я прошел, утрами туда-сюда, сколько лет, 3400 километров прошел, это бы дальше, чем до Москвы отсюда, а потом эти бумаги обрезал, большие тетради делал, и нес их в прокуратуру, в полицию, в милицию, тогда было в школы, в медицинские учреждения, бумаги нигде не было, такой был период времени, ко мне приезжали из школ, даже в Потеряевку, я их всех снабжал, всех, так об этом и журнале писали, и чего, на меня некогда смотреть, я все время переплетал их, настоящие книги, студенты придут, большие рюкзаки на себя нагрузят, и идут на занятия, а я там студентам раздаю, кто этим занимался, да какие тратят-то какие, там 40 сантиметров может быть, высота только, и листьев по 400, с двух сторон чистая бумага, обрезной у меня, вручную все делал, переплетчик, я реставратор, бумага просто, которой газеты не продали, я договорился, и мне отдавали в разных киосках, один раз только на лагерь, я отправил, 4,5 тонны, тонны в тысячу килограмм, для тех, кто не знает, это только в одно место я отправил, 3700 человек в лагере, в тюрьме местное СИЗО, канатное 81, город Барнаул, снабжал, сколько лет, ну благодарности на бумаге просто были мне, и то другое, так они знали, динамиков нету, в один день я принес 56 динамиков, я ввел три радиопрограммы, сразу сказал, это другое, вам вопрос-то о ребенке задали, вы слышали? Нет, вы не по вопросу отвечаете? Нет, ну это сгодится, про что, какого ребенка? Я еще раз могу задать вопрос, вы не поняли просто, насколько вот пост, я говорю про пост, да, маленькие дети, как им поститься, я много читал разных статей, у вас на сайте читал, насколько вот, я думаю, посты, они так же должны, как мы, там вот сухоядины, например, один раз в день, это применимо к детям? Нет, три раза, но только молостное, чтобы не ели, если ребенок от груди отсажен, а у нас опыт был, у нас в семье 12 детей было у матери, у нас 10 живых было, и пост никогда не нарушался, пока ребенок грудь сосет, в это время ему кашку молочную, все делают, как от груди отсадили, все, рацион взрослых, и ни одного больного ребенка нету, вся Россия так держалась, так что, Вячеслав, просто поднапружиньтесь, ребенка приучите, если не сейчас, то когда? Сколько он хочет? Сколько хочет? 3-4 раза покорми его, 5 раз, помаленьку, ну, как положено, но чтобы все было, положена рыба, рыбу ему дай, у меня лагерь, 45 лет, пост мы ни разу не нарушили, а дети были у меня даже 7-месячные, лагерь, неограниченный возраст был, и дети маленькие, там совсем 2-3 года, лекарств никаких никогда не давать, никаких, ну, надо где-то советовать все, самое простое, сделай его интересным, красивым, приятным, вот у нас картошка мы даем, вот она, я покажу сейчас, его видно нет, вот как ноготь, где находится, вот так вот, если взять по пальцу, вот такой вот, мы его варим здесь, Володя помоет, и все, и нечищенную, и так, вот я сидим один, в обед обеда, и Володя нету-то, а мы так, 3 картошины, чтоб съел, раз сварили, надо убрать, хорошее, другое, но 3 картошины за обед должен съесть, так я смотрю, у меня глаза уже вылавливают, так, которая раздавлена, проткнутая, которая хуже других выглядит, если яблоки какие есть, обязательно я соберу все гнилье, почему, другому я покажу, что у меня есть хорошее, а про это-то он не знает, я не просто, это навык, навык такой, вот, а почему ты не носишь такие, там, что-то носки, или там рубашку, она у меня целая, я за платы на свои шьё, а появится болящий человек, я ему подарю, а мне бывает, дарят там полушубки какие-то, новые, я человеку дам, мне радостно, что он доволен, я про ребенка говорю, даже среди ночи, в туалет идёт, на молитву поставь его, молитву другую прочитай, пусть немного, минуты три, две, но приучи его, златоуст говорит, ты, если хочешь из ребенка сделать христианина, и чтобы он был на небе, тогда трудись над ним, а не потворствуй, главное препятствие, это бабки, деды, ешь больше, спи дольше, вот главный лозунг, а у взрослых, а у взрослых так, жить, грешить и не болеть, вот лозунг какой, это я сам наработал уже, да, спаси Христос, это всё так, я доверю, ну да, и ребенок тебя будет с радостью вспоминать, ещё раз говорю, нас было в семье 10, в деревне жили, молочно было, мясное, уже всё, пост маленькому, мать не знает, что сказать, скажет, а корова в молоко накакала, вся проповедь кончилась, бяка, а потом уже, года три-то уже стали мы слышать о Боге, и прочее, а маленький, когда на руках-то он сидит, а ему как объяснишь-то, кака, нехорошая, что, давайте помолимся, Достойно есть окова истину, блажитетя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова Родшую, сущую Богородицу Тя величае, помолитесь, Игнатьевич. Господи Боже, наш любящий Отец Небесный, слава Тебе за этот вечер, за эту святую возможность молиться Тебе, слышать Слово Твое. Господи, посети в этот час узников за Слово Твое томящихся, пытаемых, убиваемых, прими их в обитель вечную, приготовь эту землю к великим и грозным испытаниям, дабы никто из нас не принял начертания зверя. Тебе, Господи, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Сергей Павлович, ты меня подключай только когда самого последнего, а то у меня большое пространство записывается и ничего не сделать. Спаси Христос. Понял. Аминь. Спаси Христос. Спаси Христос. Спаси Христос. Аминь. А у Сергея Павловича как каналом? Нормально все? Кто знает? на ю-тубе сейчас посмотрю кто знает почему так произошло у него та ошибка ю-туба а он там что есть у ю-тубе сергей то попковка и 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 а восстановил надо писать ему обращаю youtube это администрации то это посмотрит рассмотрим потом ты еще хотел этого слова под капот она сама какой-то не нравится нету слова проблем вот у меня тоже так что-то такое А потом стал думать, думать о книгах. И я сам. Поэтому Бог мне помнит такую мамку, чтобы показать, что я у меня и чувствовал себя так гордым. И он покажет, что ты не можешь там ничего. И никто не может как-то повлиять. Вот у Бога просить, вот уже не грешит. Девятый от Бога уже не грешит. Написано словом. Так вот. Это по-другому. Вот термин. А я не подкаблющий. Мужчина может быть инфантильным. И мы еще как говорят, что бабушки и дедушки. И... И... Бабушки... Субтитры делал DimaTorzok женщины бывают такие мужественные что нет удары датки примеры поэтому это не надо говорить что вот это мужественность она надо ушкой даже воспитывать выберет питатель там ну вот против вот как лучше себя вижу что сваливание который конечно виноват а и даже больше Субтитры сделал DimaTorzok